SCP-1782 SCP-1782 неизвестно. Вход в помещение должен охраняться как минимум двумя вооруженными сотрудниками службы безопасности. Исследование помещения проводится только с помощью дистанционно управляемых роботов, заявка на предоставление которых была подана после происшествия 4 сентября. Описание. Планировка помещения также меняется. В определенных случаях это может быть квартира с кухней, гостиной и спальней. В других же все помещение представляет собой одну большую комнату. Также в SCP-1782 время от времени появляются внешне разумные существа и фауны. Объекты, появившиеся до очередного изменения, исчезают во время нового, вне зависимости от того, на каком удалении от SCP-1782 находится. Примеры приведены ниже в описаниях интерьера объекта. SCP-1782 похоже никак не ухудшает состояние входящих субъектов. Изменено. Во всех случаях у подопытных после посещения SCP-1782 появляется боязнь отверстий. Точная причина этого явления не установлена. Описание интерьера 1782. 23 августа. После изменения помещение стало пустым. Слышный звук скрежета металла по металлу и женский голос, повторяющий слова «Потрясает меня, облегчает меня», вплоть до следующего изменения. 26 августа. После изменения помещение осталось пустым. Внутри помещения не слышно звуков, однако небольшой участок на левой стене испускал тихий металлический скрежет. 29 августа. Человек преклонного возраста кормил стаю попугаев как капу с собой. Не выказывал признаков боли. К происходящему относился безучастно. Выдержка из интервью. SCP-1782-1. И тогда я буду съеден. Это там дыра в стене на полу. На самом дне. Но я не понимаю, что это меняет. Что могло произойти? Доктор Сандерс. Вы можете сказать, что вы делаете и как вас зовут? SCP-1782-1. Это жертва плотская. Да умастишь ты ее маслом. Да возложишь благовонное курение. Доктор Сандерс подходит к субъекту из стаи птиц. Ни тот, ни другие не проявляют враждебности. SCP-1782-1. А тем, что останется от крови сей, окропите подножие жертвенника синички. И ту дыру, что в полу. Доктор Сандерс жестом подзывает сотрудника службы безопасности и дает ему приказ взять одну из птиц. При осмотре никаких отклонений и аномалий не выявлено. Также был взят образец кожи субъекта, который также впоследствии оказался нормальным. Птицу поставили на пол, и она продолжила поедать субъекта. Доктор Сандерс. Скажите, что у вас на уме? Поведение SCP-1782-1 становится ненормальным. Субъект периодически щиплет себя за лишенные кожного покрова ткани, и время от времени в ходе этой части беседы пытаются с намеком заглянуть доктору Сандерсу в глаза. SCP-1782-1. Ничего необычного, только птицы есть хотят. Доктор Сандерс. А как по-вашему, я вот тоже хочу есть? SCP-1782-1. Что за вопрос? Вы вообще в своем уме? Доктор Сандерс. Что-то не так? SCP-1782-1. Нет, но я что-то немного разбух. Должно быть, это я сахар из Брэнди перебрал, прежде чем она привела меня сюда. Под половицами абортированный плод. Еще один в сточной трубе. Конец интервью. Описание интерьера 1782. 4 сентября. От основного помещения отгорожен только туалет с унитазом. На одном участке стены имеется небольшое прямоугольное отверстие. Комната освещена тусклым зеленым светом. На некоторых участках стен видны запекшиеся фекалии и кровь. Снаружи помещения, возле двери, мгновенно материализуется мужчина в оранжевом комбинезоне и с видеокамерой на плече. Попытки связаться с субъектом были успешны, но принесли необычные результаты. Субъект попросил доктора Сандерс найти небольшой телевизор и не входить в помещение, пока субъект записывает девочку в стене на полу на самом дне. Руководители исследовательского проекта дали согласие. Ниже дана расшифровка записи. 16 часов 30 минут 4 секунды. Субъект входит в комнату. В течение всей видеозаписи слышен тихий звук, напоминающий скрежет металла о металл. Начинает играть нарочито бодрая поп-панк мелодия. Вокалист повторяет строчки. Это там дыра в стене на полу на самом дне. Это девочка в стене на полу на самом дне. Музыка продолжает играть в течение всей видеозаписи. Субъект идет направо к отгороженному помещению, в котором находится только унитаз. Камера заглядывает в чашу унитаза, в которой находится нечто похожее на изуродованный эмбрион. Появляются искаженные видеозаписи, похоже сделанные ради художественного эффекта. Это продолжается до 16 часов 33 минут 18 секунд, пока субъект не выходит из туалета. Камера осматривает комнату, временами раскручиваясь до невозможных скоростей и снова замедляясь. Это перемежается кадрами объекта из чаши унитаза. Металлический скрежет становится громче. Камера фокусируется на небольшом отверстии в левой стене помещения. Субъект кладет камеру на пол, поправляет на себе комбинезон и снова поднимает камеру. Затем он направляется к отверстию в стене, ложится и каким-то образом заползает в него. В течение 5 минут на экране темнота. Музыка продолжает играть. Слышно тяжелое дыхание из двух источников. Снова появляется свет. Камера находится в сыром и грязном месте, в которое не должна была бы пролезть. Изначально объектив направлен на землю, потом медленно поднимается наверх. В кадре появляются скелетизированные маленькие ноги, похожие на человеческие, на которых стоит миниатюрное подобие септика без корпуса. По мере панорамирования видео видно, как из отверстия вверху проливается поток прозрачной жидкости, падающей в человеческий череп без носовой полости и нижней челюсти, и неестественно большими глазницами. Слышен тихий плач. Слева и справа в кадре появляются маленькие скелетизированные руки, которые поворачивают голову септика немного направо. В объектив брыжет струя бурой жидкости, видеозапись обрывается. Обратно из отверстия субъект не вернулся. Был подан и одобрен запрос на радиоуправляемую модель автомобиля с повышенной проходимостью. Модели снастили GPS-маячком и видеокамерой, и направили на осмотр вышеописанного отверстия. Модель проехала в отверстие. Видеозапись показала наличие того же объекта септика, который был записан на видео. Конечности и голова объекта медленно двигались вверх-вниз. После 3 часов 12 минут видеосигнал не пропал, что указывает на то, что изменение интерьера не затрагивает то место, где находится камера и объект, хотя в ходе следующего изменения отверстие в стене пропало. GPS-маячок всегда показывает местонахождение доктора Сандерс, хотя опытным путем было установлено, что это не так. Согласно показаниям GPS-маячка, полученным позднее, устройство находится внутри ближайшей полувозрелой женщины в радиусе 5 метров от объекта. Субъекта, появившегося у двери в SCP-1782 во время предыдущего изменения, обнаружить не удалось. Было принято решение считать обстановку безопасной. За один час до очередного изменения, в 3 часа 12 минут, внутрь объекта были отправлены научные сотрудники Брин и Артега. С заданием взять образец ДНК-объекта, находящегося в чашу унитаза. Выдержка из протокола отбора образца. Научный сотрудник Брин. Ладно, давай скальпель. Брин склоняется над унитазом и отшатывается с потрясенным видом. Научный сотрудник Артега. Что за хрень там? Брин. По-моему, эта гадость дернулась. Брин выпрямился и склонился над чашей, чтобы взять образец. Брин тут же встает совершенно прямо. Закрывает глаза, поворачивается лицом к Артеге и стоит так 5 секунд. Брин. Ага, шевелится точно. Ага, ну да, Артега. Давай я. Артега просит Брина выйти из туалета и склоняется над чашей, чтобы взять образец. Артега быстрым шагом выходит из туалета без образца. Артега. Оно на меня посмотрело. Брин. Ладно, давай всю в мешок положим, только быстро. Оба научных сотрудника заходят в туалет. Брин держит мешок для образцов. Артега пытается щипцами переместить объект внутрь. Научный сотрудник Артега исчезает. В туалете слышен всплеск воды. Брин со всех ног бежит ко входной двери SCP-1782 и покидает помещение. Артега будет 됩 entender. Артега иplings из Segunda мастер Mindset.